В то мероприятие, которое неизвестно, в тех людей, которые, может быть, неизвестны и никак себе не зарекомендовали. Поэтому мы планируем все-таки пока раскручивать тот бренд, привлекать инвесторов, рассказывать, показывать. Как получится? Конечно, мы зажаты бюджетом. Планка есть, но в зависимости от бюджета мы будем из него исходить. А бюджет на следующий год уже известен? Пока неизвестен, потому что сейчас будет... Мы протоптали некую тропинку, мы заявили о себе, заинтересованность есть. Сейчас это... Оргкомитет будет работать и привлекать инвестиции этих людей, заинтересованных. Кинофестиваль, вот если сравнить, опять же, с Каннами, это будет международный кинофестиваль. Это не будет только Латвия и Россия. Это будет и Узбекистан, и Индия, и Казахстан. Уже есть договоренности. Это будет вся Европа, и Франция, Германия. То есть, ну, все те, кто хотел бы о себе заявить и как-то показать, опять же, возвращаясь к тому, что действительно очень талантливо и интересно, то они будут приезжать в Ригу, и они будут показывать свое кино, будут меняться идеями, будем говорить о том, как производить это кино, и как инвестировать. И для Латвии это огромный приток и туристов, и возможность для наших поднять наши киностудии, и рабочие места, опять же, возвращаемся к политике. Сейчас вот с Андреем Феофановым результат, который мы, моей командировки еще в апреле, вот снимается замечательный фильм «Долина Рос». Это как, по меньшей мере, там, около ста рабочих мест. Он снимается в Риге. Он снимается в Риге, за Ригой, там, на берегу моря. Но, тем не менее, результат достигнут. Я приезжал, я уговаривал, что показывал эти локации, рассказывал о том, что в Риге действительно выгодно снимать, переезжайте, пожалуйста. Все, что мы могли, мы организовали, помогли. И, опять же, возвращаясь к политике, это 100-150 рабочих мест, плюс это латвийские киностудии, латвийские актеры. Надо трудиться, и нужно уже, ну, перестать говорить, может быть, о дружбе, а надо, пришло время, в общем-то, просто дружить. А вообще Рига как место для съемок кино, она интересна, вот, скажем, российским кинематографистам, постсоветским кинематографистам? Я думаю, да, но здесь огромный пласт, мы ждем выборов, потому что, скажем, я могу сравнивать только с коллегами из Праги. Там сделана наиболее благоприятная атмосфера именно для работы кинематографистов. Если в Праге снимается фильм, там есть несколько условий. Во-первых, никаких налогов, или они минимальны. Второй момент, они просят хотя бы, может быть, там, 20-30 секунд, панораму Праги обязательно показывать. Теперь вспомните все американские боевики про шпионов, всегда где-нибудь что-нибудь, но обязательно Прага, 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 Прага. Это такое сопутствующая реклама самого города, это привлечение туризма, это невыброшенные деньги. И потом, на самом деле, Рига не вкладывается, Рига просто предоставляет льготные условия. Это неполучная прибыль, и, на мой взгляд, это сделать надо, и нужно. Другое дело, что никому сейчас это не надо. Поэтому мы ждем выборов, и как только займемся, я смогу лично, может быть, заняться именно тем, чтобы выработать законы или постановления Кабинета Министров для того, чтобы сделать наиболее благоприятную атмосферу для инвестиций. Но сейчас, насколько часто такие просьбы, предложения, вот хотим снимать кино в Риге, поступают они? Они поступают, сейчас же и индусские кинематографисты приехали, работают здесь. Они поступают, вот тут же Москва, еще мы планируем и ведем переговоров, еще две съемочные группы сюда хотят приехать. Сейчас мы, может быть, зарекомендовали и успешно провели этот кинофестиваль. Значит, это советские кинематографисты о нас знают. Сейчас мы предоставим им некую панораму всех этих локаций, что у нас есть, что мы можем, наши мощности, а мы покажем наши расценки. Процесс пошел. Он может быть не быстрый, понимаете? Любой киносъемочный процесс в его организации он не может быть раньше, чем через полгода, через год. То, что вот сейчас мы говорим с вами, это в лучшем случае съемочная группа может приехать к Новому году, может быть, к весне. Но это есть, есть. Вот первый опыт, да, я смотрю, и учусь, и есть ошибки, и есть, может быть, не все так быстро происходит, как мне хотелось, но люди приезжают. Главное, для нас и местных актеров, и латвийские киностудии, и появляются рабочие места, и это, и питание. Ну, огромный пласт вот этих сопутствующих мероприятий, и гостиницы, и транспорт. А Голливуду мы можем быть интересны? Вот Рига. Ну, вот я знаю, что снимали тогда дети «Смелое сердце» Ирэн Сэндлер. Голливуд приезжал уже сюда, это смелый шаг, американцы по своему менталитету не появляются там, где они никогда не были. А если вот одна киностудия уже сюда приехала, это хорошая весть, они будут сюда приезжать. Не могу сказать, с какой частотой, потому что я не курирую этот участок, и пока мы с ними, с голливудскими продюсерами не общались, но планируем. То есть, ваш фестиваль пока с Голливудом не связывался? Пока нет, но мы будем делать заявку, потому что если приглашать звезд, мы хотим приглашать звезд. Но если остановиться альтернативой Канам, то голливудские звезды просто необходимы. А вопрос бюджета, понимаете, если так же сердечно голливудские артисты согласятся просто вот на моем обаянии, на моей харизме просто приехать для того, чтобы нас всех поддержать, если им это будет интересно, я буду только рад. Но они достаточно прагматичные люди, и они поедут только сюда за гонорары. И тогда вопрос тех инвесторов, которые согласятся их приглашать. То есть, сейчас на ветер никто деньги не выбрасывает, все хотят получить какие-то дивиденды. Но опять же повторюсь, если мне удастся уговорить, я не знаю, по каким-то там дружеским, духовным каким-то вещам какого-то из артистов или продюсеров просто побыть на нашем киносестивале, я сделаю все, что возможно. Но вообще, вот планируете в перспективе, может быть, какой-то отдельный пункт сметы именно для Голливуда? Да. Чтобы пригласить там Анжелину Джоли или Брэда. Да, конечно, конечно, конечно. Но больше переговоров, я знаю, вот уже так ведутся с Ричардом Гиром, потому что он буддист, и он заинтересован в духовном кино. А у нас одна из номинаций, это будет самый лучший фильм за, скажем, духовный или религиозный фильм. Поэтому с ним уже переписка ведется. Ну, Анжелину Джоли не обещаю, но кто-то приедет. То есть, именно уже в следующем году мы можем рассчитывать на то, что кто-то из голливудских звезд посетит Ричард? Ну, то, что звезды будут, да, какие, я пока не могу сказать, потому что все может поменяться. Но мы планируем, и мы уже ведем переписку, и разговоры, и переговоры. Может быть, надо будет съездить к ним, пообщаться, что все-таки личное знакомство, она дает очень много. Еще одно заявление ваше, это о том, что мы будем не хуже, чем «Новая волна». Ну, два совершенно разных мероприятия, почему вот решили сравнить себя с этим песеном? Мы не сравнили, но мы сделали такую некую заявку о желании, может быть, такого качества, о сборе таких людей, целая плеяда звезд, вот такой звездопад. Почему нет? Потому что мероприятие себя прекрасно зарекомендовало, мы видим, какой резонанс огромный, люди приезжают, отдыхают, причем приезжают люди очень богатые, и, соответственно, появляется все сопутствующее. Они хотят и бизнес здесь делать, они покупают имущество. Для Латвии это выгодно и в коммерческом, и в налоговой системе, конечно. — То есть вы хотите создать такой мини-довоз, как вот любят позиционировать себя «Новая волна», что вот у нас есть фестиваль, есть такой, когда собираются олигархи, крупные предприниматели, политики и так далее. То есть у вас тоже такие планы? Есть некие сопутствующие? — Ну, было бы здорово. На мой взгляд, это было бы здорово, потому что, ну, хорошо, не надо, может быть, что-то там сверхъестественного планировать. Но, тем не менее, если люди появляются здесь, заинтересовать, посоветоваться, пообщаться, я не вижу в этом проблемы. Это, знаете, просто гостеприимство хорошего, может быть, хозяина, который приезжайте, пожалуйста, отдыхайте. У нас для этого всё есть. Прекрасный сервис, прекрасные гостиницы, прекрасная природа, отдохнуть от этого сумасшедшего мира. И тут же можно пообщаться за круглым столом, за чашечкой ароматного кофе, там, или за бокалом вина прекрасного. Почему нет? У нас есть Юрмала, есть Рига. — Вы сказали, что Никита Михалков поддержал ваше начинание. Он, кстати, не собирается в Ригу приехать? — Собирается. — У нас следующий год. — Собирается, он будет обязательно. — А что привезёт? — Пока неизвестно, то надо с ним разговаривать. Он очень тяжело работает. Трудится, что-то там организовывает и работает. Ну, то, что он обещал быть, я думаю, он своё слово и выполнит, и будет здесь. Сейчас он не смог приехать, потому что не смог. — Ну, хотел. — Нет, он сказал так, что у него такой жёсткий был график, у него рабочий момент. Он говорит, давайте, сейчас же был не сам кинофестиваль, а презентация этого кинофестиваля. И говорит, вы начните и огромный привет передавайте и Риге, и всем латвийцам. Но он приедет только в следующем году, когда уже кинофестиваль станет наиболее полноценным. Со всеми будут известные картины, будет известный состав жюри. Состав жюри будет интернациональный, я уже сейчас могу об этом сказать. Это будут и представители Латвии обязательно, это будут и одни из сильных специалистов из России, Европы. Это будут и актёры, и операторы, и режиссёры. То есть мы очень сильно работаем над этим, чтобы задать некое качество. Понимаете, просто сделать не праздник, такой фейерверк — это, конечно, всё здорово, но на самом деле это всё должно быть сопутствующим. На самом деле нужно оценивать, поймать тот бриллиантик, который может затеряться в огромном этом потоке. Потому что 300 картин показать за 7 дней, отобрать лучшее, и ещё это оценить, выявить тех людей, которые действительно заслуживают награды и почитания — это очень тяжелый труд. — Презентация состоялась, и многие российские кинематографисты встретились с латвийским, возможно, долго не видели друг друга. А вот не знаете, может, уже зародились какие-то совместные проекты, уже что-то, может быть, будет сделано? — Ну, я слышал, я участвовал только в разговорах. Разговаривали о том, что есть и прекрасные музыкальные проекты, есть желание привезти ещё две киносъёмочные группы сюда для съёмок. Обменялись визитками, чем я доволен, латвийские режиссёры общались с российскими инвесторами, говорили о рынках и о том, что готовятся, показывали сценарии, показывали уже готовый материал, может быть, рабочего формата, где нужны, может быть, минимальные вложения. И уже готовые фильмы показывали, говорили о том, что как нам выйти на российские рынки, на российские кинотеатры. То же самое говорили, я слышал, и российские бизнесмены о том, что есть уже готовые картины, и как им попасть на латвийские экраны, и как, может быть, на европейские. То есть я видел продуктивный диалог всех заинтересованных лиц. — Ну, остаётся пожелать вам удачи. Спасибо, Руслан. Время наше, к сожалению, подошло к концу. — Спасибо вам, что пригласили. — Вы смотрели «Вопрос с пристрастием». Напомню, что гостем нашей студии эти полчаса был организатор Рижского международного кинофестиваля и депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов. Ну, а я с вами прощаюсь и до встречи на канале «Просто ТВ».